дорогие друзья сегодня у нас гостях легендарный олег бокачев у нас гостях санкт-петербурге у нас есть видео где мы с ним на байкале не на самом байкале ну там рядом с байкалом разговаривали вот он к нам прилетел теперь на одном самолете на 2 все равно на двух самолетах в прошлый раз на 3 то есть мы стали ближе мы стали ближе так как мои видео уже много видели олег васильевича вы видели меньше то слово представляется олегу васильевичу мне надо вопрос задать но в принципе я могу и без вопроса начать но я бы хотел сначала озвучить проблему с которой практически сталкиваются все люди а в частности женщины сталкиваются женщины люди до женщины люди это точно и вот женщины ко мне приходят и спрашивает почему мужчины у нас слабые или другой еще вопрос как выйти замуж не противоречит и я столкнулся с этой проблемой потому что я думал что этой проблемы нет как выйти замуж но когда у меня стали спрашивать я говорю так легко это легко делается но потом я начал на это смотреть и вот если бы у меня была дочь допустим как бы я ее выдавал бы замуж должен да но я объявляю не заговорил я посмотрел я не за кого выдавать и вот это огромная проблема я вдруг ее обнаружил потом стал изучать немножко внимательнее и увидел что это не просто проблема это катастрофа не ну не так все плохо допустим если говорить о многоженстве например взять нас с тобой в принципе могли бы себя рекомендовать пишите хороших мужей но и нет нет и если есть какой-то сильный мужчина то в принципе женщины не против выходить замуж и по 2 и по 3 но у них одна просьба чтобы он был не меньше чем шейх ну смысле по богатству потому что иначе они они говорят так что ну пусть по крайней мере одну про кормит а потом уже принимается за вторую кормят и кто-то меня уже есть готовый ответ и можно где кажется развлечет да у меня такая есть теория что значит если мужчина один живет значит он же на чем-то спит у них есть какой-то матрас там кровать да если он один спит то женщина всегда найдет рядом с ним где-то место как бы вот более того что есть там 64 искусства значит ведических одно из них это найти место рядом с мужчиной спать рядом с ним не мешая его и уйти не разбудив его утром чтобы готовить там делать два опять-таки если мужчина сам питается то он как бы женщины они сидят меньше чем мужчины то остатками еды которые остаются после мужчин женщине будет достаточно но это проблема как выйти замуж и где найти мужчину который сильный она меня натолкнула на на другую проблему что я действительно стал обращать внимание на то что мужчины действительно слабые но а как им делать я поспорю можно но можно как бы девушки это не слушайте проблема вся в вас вот в вас если хорошая женщина всегда мужа найдет продолжать да это эта проблема намного глубже чем просто мужчины и женщины потому что эти мужчины они же воспитывались кем-то то есть у них были и отцы и матери и какие-то отношения в семье были поэтому это проблема такая глобальная и социальная но как решить эту проблему прямо сейчас вот по отношению конкретным мужчинам которые приходят и говорят я хочу развиваться я хочу становиться сильнее другой стороны приходят это женщины и говорят я хочу выйти замуж я сопоставляю мужчину который желает развиваться то есть это не просто любой мужчина а он желает развиваться он стремится что-то пробует делать и сопоставляю с ним любую девочку лет двадцати и девочка намного сильнее не эту сторону что нет просто вот энергетика энергетика выше ну я бы сказал тогда проблема что она слишком сильная пусть будет слабее она говорит меня прет да да я согласен с этим я вот периодически беседую с молодыми девушками они прямо очень агрессивно я бы так это сказал то есть она как-то погасить свою агрессивность как никак ну как бы понять что и на быть там покорные послушные как будет более уменьшить свой эго потому что при том состоянии это моя . видимо не совпадает при том состоянии эго который сейчас у женщин есть у меня есть на эту тему как бы там после как-то сделал рассказал что современные женщины которые никому почти мужики да они требуют супер мужчину а супер мужчине нужна супер женщина и не нужен мужик мужиков мужики не чувствуете женщины похожи на мужиков после психологически но если это бы сила да получается в этом а соответственно как бы и мужчина не они не интересуют но вот даже есть женщины которые говорят я хочу стать слабее но вот я как есть но имейте да вот есть муж у нее муж слабоват она говорит но у меня прет а его не прет он депрессии и что делать я хочу стать слабее я бы передала ему всю эту силу и энергию но как он не может ее взять у меня разворачиваться интересная дискуссия что я считаю что все зло джейчат а добро все от мужчины олег васильевич говорит что как бы мужчины слабые это проблема эта проблема потому что даже в одной семье когда мужчина хотел бы быть сильнее а женщина не только не возражает а еще и активно старается как-то помочь она готова и пассивно помочь как угодно она говорит как угодно но я хочу ослабеть я хочу все передать вот мужчине все что у меня вот смотри что происходит я чё слышу да это я приобидел реальный случай когда сидят мужчиной вот и значит ведущий спрашивает кто вас семье главный жена говорит он она его назначила она ты главы ведь она фактически заказ делать я хочу вот это вот это вот это все на главное современная семья я так это значит ассоциирую это значит генеральный директор фирмы и собственник так вот мужчина это генеральный директор который за все отвечает должен сделать а собственно не должен все получить не современная женщина она как бы позиции на владелице фирмы и говорит лучше да как-то генеральный директор не те пошли как бы вот них она не хотят работать да но мы но есть есть и тогда надо вот ее позиция должна быть как мне кажется да проблем уже в ее позиции она начинает говорить мужчина то-то-то фактически она начинает руководить постановку иначе дело она не отслеживает а если бы можно в другой позиции да а если бы допустим и бы сказали что закрыли бы в камеру и сказали что если слабая женщина не станет что утром тебя расстреляют она сможет измениться но она будет стараться даже в этом случае нет гарантии тогда это большая проблема но стараться будет стараться будет жить-то хочется да но и когда я это обнаружил да то я посмотрел на эту ситуацию и увидел что а как мужчина может стать главный если он действительно из себя ничего не представляет то есть он из себя ничего не может достать ну в чем вот повторю опасность подхода олега васильевича во первых я хочу пригласить всех женщин прекрасных великолепных чудесных женщин которые хотят выйти замуж обращаться коллегу не ко мне очевидно еду потому что да я как бы чё говорит ты сама дура виновата вот олег будет ну вот мало сильных мужчин это у нас правда будем решать на будем искать ли такой вот хорошей женщины сильного мужчину мне кажется как бы вот тебе легче вот тем более что мы собираемся сделать проект где в частности а ты там три части проекта одна из частей этого проекта это какую значит выдать женщин замуж ну будем делать этот проект только пришлось что олег васильевич согласится конечно теперь понимаю но я соглашусь со своей стороны у себя вы переживаете санкт-петербург это не обязательно приезжать при возможности естественно что я буду приезжать ну потому что у меня у меня не так вот у меня не так у меня как бы так как я у меня школа была достаточно долго работала мне кажется достаточно много и сильных мужчин но намного меньше женщин которые как бы готовы смирить свой эго ну как бы она должна признать ну как там простая логика ты хочешь мужчина был главный да хорошо соглашайся на его решение 8 спорить вот чё бы не было вот как значит как способ проверки от любого мужчины проверяют джесса быть я буду слушать быть хорошо дай свой этот самый айфон и обе abs apollo вот если она не дает знаю что значит не не готова слушать еще вреда вот на самом деле они фильтруют они горят да здесь я согласна здесь и не согласна здесь и она соглашается только фактически он делает может делать только то на что она согласна да то есть они то есть и и вот таких женщин нет потому что я как сам как человек который людей учит да еще с какой проблемой сталкиваюсь что ученики отказываются самые сильные решения воплощать которые они не понимают они их не догнали ему даже говоришь ну ты пойди сделай убедишься на практике очень трудно никакого риска нет денег не потеряешь ничего сделать такое действие даже не страшно такой будет тестовая они боятся примерно то же самое что это бы женщина горит не я на это не согласна и все вот поэтому у нас получается интересно но я так как раз сталкиваясь с женщинами которые согласны ко мне не идут возможно я просто этим очень не занимался я как бы занимался консультировать скажет так мужчин ну да скорее всего это просто разная аудитория вот ко мне приходят женщины которые хотят слушаться мужчину старается изо всех сил но мужчина в депрессии или мужчина ничего действительно не у нас у нас не такие ну может быть я буду присылать тогда девушек к вам чтобы выходить замуж может вы переедете санкт-петербург сразу как бы из одной комнаты в другую здесь они горят у меня проблема как тут поплатите в кассу приходить у кого-то вот сильный мужчина за проблема решена вот такая кого выбирайте да кто но но тем не менее вот если серьезно да вот эту проблему все-таки хотел бы поподробнее то есть вот это мужчины женщины сильные и они не могут поэтому найти мужчину да ну как как ее решать у у женщины реально есть есть чем делиться с людьми то есть из нее выходят тексты из нее выходят мудрости разные из него больше женщин через меня нет конечно я 20 тысяч постов вышла запоздание конкретная цифра да ну поэтому я говорю где эти женщины которые там что-то из них текстом из нее они есть дальше из нее выходят проекты у нее много идей много целей много энергии мои секстанские взгляды прямо противоречить я вообще считаю что женщина не может идей быть все женские идеи это их какой-то мужчина нашептал но идеи они имеют же уровень идеи разного уровня есть какие-то идеи светлые идеи темные идеи легкие и тяжелые далее мелкие мелкие домашние как пекарня там куда но в том-то и проблема что из мужчин никаких идей не не исходят я считаю женщины виноваты пока мужчина значит один у нее сидеть обычно да как только у него появляется женщина он начинает потихоньку терять как будет какую-то активность возвращается как бы диванного бойца топить это возможно да да почему я во первых думаю ну как бы уже сегодня мы говорили да что для женщины выйти замуж это запах победы для значит мужчины выйти жениться это запах поражения зачем мужчине выходить из дома я еще помню были такие времена когда это какое-то время был один я вечером не могу дома сидеть когда я нет я иду куда-то где там кафе ресторан бар ночные клубы и женщины чем не дома сидеть так вот если у меня дома есть женщина я нам не других женщин запрещает мне незачем идти поэтому единственный способ я думаю спасти мужчин это значит многоженство то есть каждая жена если она хочет чтобы мужчина был активным нужно требовать от него вторую жену ну там правда тоже умные они мужчины они как говорят ну пойди найди а чем 15 минут до значит у нас дорогие телезрители этой сети как ютуба зрители значит у нас мы заметили ужасную статистику вы на 15 минуте перестоять и нас смотреть вот поэтому при переставайте нас смотреть по нашему указанию листах вот все на этом закончено